День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Не имею морального права, экс-депутат Госдумы Александр Ширин отказался возвращаться в Рязань из зоны СВО. Заварил кашу из-за топора. Рязанские следователи отправили в суд очередное дело о бытовом убийстве. Виола из Иллирии. В драмтеатре переосмыслили «12-ю ночь Шекспира». От мандата, конечно, откажусь. Тут никакого иного решения и интриги быть не может. Я не имею морального права покинуть пост и оставить бойцов своего полка. Сетевое издание «Витсбоку» приводит слова экс-депутата Госдумы от ЛДПР Александра Ширина в ответ на казусную ситуацию, возникшую в Рязанской городской думе. Напомню, на последнем заседании народные избранники удовлетворили просьбу Дмитрия Панкина о сложении полномочий депутата. По закону мандат должен был перейти к следующему в выбранном списке кандидату, коим значился Александр Ширин. Однако в данный момент он в составе сводного мотострелкового полка находится в зоне проведения спецоперации. Приводим его цитату. «Многие друзья написали мне, чтобы я вернулся в депутатский корпус, но это, к сожалению, невозможно сейчас. Это будет выглядеть как бегство с поля боя в момент, когда еще многое нужно сделать для нашей общей победы над врагом России. Здесь много наших рязанцев, и я обязан быть вместе с ними». Конец цитаты. Экс-депутат, а сейчас замком полка по военно-политической работе пообещал изыскать возможность передать официальный отказ в Рязанскую городскую думу. Помощь семьям с детьми от государства, новые выплаты и доп. меры – это и многое другое. Обсудили на прямой линии с министром труда и соцзащиты Рязанской области Натальей Суворовой. Все подробности в нашем следующем материале. В регионе появилась новая выплата. Соответствующий региональный закон вступил в силу 26 февраля. Как это ясно из названия, главное условие, чтобы ребенок родился на территории Рязанской области. Вне зависимости от предыдущего количества детей и уровня дохода. Выплата по умолчанию – 20 тысяч рублей. Если мама младше 25 – 50. Объяснила Наталья Суворова и главный нюанс. Если родится двойня, то денег дадут за каждого. Плюс выплату можно оформить прямо в роддоме. Там работают специалисты МФЦ. Торопиться не обязательно. Документы можно подать в течение трех месяцев. С уточнения этого вопроса началась прямая линия с министром труда и соцзащиты населения Рязанской области. Обсуждает в соцсетях и региональный материнский капитал. У нас убран критерий нуждаемости. Теперь семьи, независимо от дохода, могут его получить. А также мы расширили условия, куда можно использовать региональный материнский капитал. Помимо улучшения жилищных условий, мы включили возможность отремонтировать свой дом или свою квартиру, независимо от уровня собственности. А также отдельно мы сделали возможность для родителей детей-инвалидов использовать на приобретение товаров и услуг для реабилитации этих детишек. А также возможность оплачивать высшее и среднее образование. Региональный материнский капитал – это чуть больше 80 тысяч рублей. Подать заявку на выплату можно в том же ФЦ. Сумма также коррелируется с федеральным материнским капиталом. Есть еще так называемая альтернативная мера поддержки. Речь идет о получении земельного участка. В Рязанской области на него могут рассчитывать многодетные родители. Очередь уже существует. В ней 4,5 тысячи человек. За 10 лет выдали больше 10 тысяч участков. Однако губернатору поступают жалобы по поводу строительства, создания инфраструктуры и так далее. И как раз именно по поручению губернатора было дано нам поручение разработать альтернативную форму, ну альтернативную меру для того, чтобы тем, кому участок не нужен, может быть они уже взяли ипотеку или у них жилищный кредит, чтобы могли эти средства вложить в погашение, ну тем самым улучшить свое материальное положение. Как раз эта мера была разработана. 200 тысяч рублей многодетные семьи, которые не получали земельный участок, но стоят на очереди или имеют право встать на нее, могут также подать на эту выплату. И мы погасим кредитной организацией, их ипотечный кредит в размере 200 тысяч рублей. Эта мера поддержки вступит в силу в ближайшее время. Дату пока не оговаривают. Неподельный интерес вызывает у жителей области и социальная догозификация. Многодетной или малообеспеченной семье, ветеранам и другой льготной категории граждан на это выделяют 100 тысяч рублей. Но не на руки. Их получит организация, которая будет проводить работы. Эти деньги также пойдут на закупку необходимого оборудования, такого как, например, газовый котел, водонагреватель и так далее. Выплата на территории региона утверждена официально. Сейчас выносятся необходимые корректировки. Есть и компенсационные выплаты. 30 тысяч, если человек газ уже провел. За всеми мерами поддержки и разъяснениями можно обращаться в МФЦ, а также в территориальные органы соцзащиты. И вдогонку еще одна новость от Минтруда и соцзащиты. Жители Рязанской области смогут получить компенсации за путевки в детские лагеря. Возрастной ценз для детей от 6,5 лет до 15 включительно. Для кэшбэка нужно до 1 мая подать предварительную заявку в региональный отдел соцзащиты по месту жительства ребенка. То есть максимальный срок 3 месяца с даты возвращения ребенка. Необходимо также подготовить документы, подтверждающие факт отдыха в детском лагере и оплату путевки. Компенсация предоставляется только в том случае, если оздоровительная организация включена в реестр организаций отдыха детей на сайте Министерства образования и молодежной политики Рязанской области. Очередные данные от Рязань-Стата, в общем-то, подтверждают тезис о том, что экономика области достаточно крепко стоит на ногах. И даже спорные цифры достаточно красноречивы на фоне других регионов. По данным Рязань-Стата, в январе аграрии региона увеличили продажи основных продуктов сельского хозяйства. Уже отгружено больше 7 тысяч тонн скота и птицы в живом весе и 36 тысяч тонн молока. В процентном отношении рост составил больше 20 пунктов. В области также выросла продажа зерна и составила почти 56 тысяч тонн. А вот реализация масличных культур и картофель сократилась на 37%. В промышленном производстве наблюдается рост. На 91% увеличился выпуск текстильных изделий, на 27% производство компьютеров, на 25% одежды. В то же время, по сравнению с январем прошлого года, снизилось производство бумаги и бумажных изделий, автотранспортных средств, мебели, электрического оборудования. Общая сумма просроченной задолженности по заработной плате в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 30 миллионов рублей. За январь просроченная задолженность по заработной плате по сравнению с декабрем увеличилась на 2,5% или на 691 тысячу рублей. Причина дружбы топор, причина ссоры, домогательства. Следователем Рязанского МСО завершено расследование дела в отношении ранее судимого жителя региона 88-го года рождения. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего. Все подробности далее. Дружба, предательство, убийство. Вся эта драма в селе Полково уместилась практически в один день, в ноябре прошлого года. А начиналось все довольно безобидно. 34-летний работник лесопилки решил починить свой топор. Попробовал сваркой, не получилось. Позвал односельчанина, профессионала. Топор тут взял себе, обещал принести вечером. Вечером он стук, уже в темное время суток, стук дверь в погонщик. Вот он принес его. Да, он заварил. Ну что тебе, деньгами проставить. Он говорит, давай, говорит, проставить, посидим. Сказано, сделано. На двоих выпили литр. Рассказали анекдоты, вспомнили случаи жизни. Общих тем, видимо, хватало. Оба ранее судимы. А когда алкоголь закончился, говорит обвиняемый, его нового друга, что называется, понесло. Вначале вспомнил все нецензурные слова, обозначающие приверженность к любителю однополых отношений. А после и вовсе ущипнул обвиняемого за пятую точку. Он говорит, да ладно, что ты. То есть он правой рукой пытался вас ходить? А вы что сделали далее? Ну, эту руку отводить, а ему по щам нужно. Продемонстрируйте, как нанесили? Ну, чтобы он успокоился. То есть вы нанесли удар кулаком или ладонью? Вначале ладонью. Продемонстрируйте маньякени как? Вот. А далее что происходило? Он на меня в ответ. Тогда в ход пошли кулаки. Мужчина помнит только три удара. Говорит, что мог сделать и больше. Тогда же наступило и осознание содеянного. Дескать, спохватился, когда собутыльник уже и сказать ничего не мог. И даже не шевелился. Мужчина вынес его на улицу, попытался, говорит, растереть снегом, привести в чувство. После побежал за помощью. И дальше все как в тумане. Зато следователи установили все практически поминутно. Он нанес ему многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу, причинив тем самым телесные повреждения, от которых потерпевший 27 ноября скончался в больнице скорой медицинской помощи. В настоящий момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Рязанского района Рязанской области. В статье 111 часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. Непогашенная судимость за кражу, скорее всего, тоже сыграет свою роль. Но это уже как решит суд. Уильям Шекспир написал пьесу «Двенадцатая ночь» еще в далеком 17 веке, однако характеры героев узнаваемы и сейчас. И это актуальность забавляет. По словам режиссера Юрия Печенежского, замахнувшегося на великую классику, Суть его спектакля, примера которого состоится завтра в Театре драмы, заключена в двух словах – романтическое приключение. Действие происходит в вымышленной стране с романтическим названием «Иллирия», где все только и делают, что влюбляются, а все время уходят на развлечения. Авантюристка Виола с горячим сердцем, но ясным умом влюблена в герцога Арсено, правителя Иллирии. Тот влюблен в затворницу Оливию, которая, в свою очередь, влюбляется в переодетую в мужское платье Виолу. И все это происходит на фоне выпивки, шутовства и других веселых потех горожан, чью жизнь можно назвать лазарством, проделками над их врагом, противником любого веселья – Мальволио. Однако даже такой мрачный тип, как Мальволио, не способен сломать создавшуюся в этой историю атмосферу игры, влюбленности и забавы. В постановке Юрия Печенежского черты модерна, современного искусства, немного балагана, и, скорее всего, он придется по вкусу далеко не всем. Сам режиссер о своем детище говорит так. Наш спектакль о победе жизнерадостности и благородства над унылостью и ханжеством. Это настоящая сказка для взрослых, комедия о любовных перипетиях. Спектакль вдохновляет всех влюбиться заново и внести это прекрасное чувство в свою жизнь. Рязанский театр драмы уже обращался к пьесе Шекспира «Двенадцатая ночь» или что угодно. Премьера состоялась 26 апреля 1976 года. Постановка Николая Сергеевича Вознесенского, режиссер Сергей Михайлович Леонтьев, художник Михаил Петрович Коршунов, хореография Галина Виноградова. Это был яркий, музыкальный, веселый спектакль. В январе 1977 года в спектакле Рязанского театра драмы «Двенадцатая ночь» или что угодно роль Мальволио исполнял Олег Павлович Табаков. Каждый раз он придумывал что-то новое, и артистам-партнерам по воспоминаниям стоило большого труда не рассмеяться вместе со зрителями. Восемь спектаклей прошли при аншлагах. Роль Арсено тогда исполнял заслуженный артист РСФСР Олег Борделовский. Тогда спектакль был скорее в классическом исполнении и стал легендой. Понравится ли зрителю новое решение, покажет время. А премьера, кстати, уже в пятницу. На этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте www.goro.tv, на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Эндоскопия в клинике «Семейная» стала более комфортной и безопасной. Колоноскопия, гастроскопия и удаление полипов во сне на современном цифровом оборудовании. Исследования и консультации по лечению желудочно-кишечного тракта проводят врачи экспертного уровня и кандидаты медицинских наук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова